А теперь к тревожной теме, которая, к сожалению, возникает практически каждый год. С наступлением весны участились случаи отравления собак опасными веществами, умышленно разбросанными прямо на улицах российских городов. Активизировались докхантеры в Твери. Очередной жертвой живодеров стал питомец одного из тверских ветеринаров. К сожалению, четвероногого любимца спасти не удалось. О том, как уберечь собак и кошек от смерти, как помочь, если хозяин все-таки не усмотрел за животным, в следующем сюжете. Французский бульдог мира была не только членом семьи главного врача ветеринарной клиники Анны Дроздовой, но и частью рабочего коллектива. Собачка постоянно приезжала с хозяйкой на работу. В начале апреля четвероногого коллеги не стало. Во время прогулки собака проглотила подозрительный сверток. Она это успела заметить. Немедленно животному была оказана помощь. Однако пятидневная борьба за жизнь животному завершилась трагично. Имея все возможные в условиях нашей клиники и препараты, и все манипуляции, которые всевозможные можно было сделать, к сожалению, спасти мы ее не смогли. Там были кровоизлияния во все органы. Мы все-таки предполагаем, что это был крысиный яд. Скорее всего, там еще было в составе этого крысиного яда были тяжелые металлы. Анна Дроздова, которая регулярно буквально выдирает из лап смерти четвероногих любимцев, проглотивших отраву, говорит, что именно крысиный яд чаще всего используют отравители собак. Или как их еще называют, докхантеры. Его легко достать, и при этом он весьма коварен. Эти препараты действуют через 72 часа, и когда начинается симптоматика, здесь уже практически нереально помочь. Кроме него есть еще ряд препаратов, при которых симптоматика наступает сразу. Яд может быть разбросан на тротуарах, площадках, в парках, везде, где появляются собачники. Это могут быть свертки, кусочки мяса или колбасы, напичканные отравой. Жительница Твери Валерия часто выходит по своим делам в сопровождении питомца. Но не всегда удается за ним усмотреть, признается женщина. А бывает, что собака что-то подбирает на улице? Бывает, да. Если есть возможность, то вообще отбираю, ругаю, объясняю. Стараемся, чтобы не подбирала, но за собакой вообще невозможно так вот усмотреть. То есть это сказка, что может бывать какие-то волшебные собаки. Если хозяину повезло застукать своего четвероногого за поеданием на прогулке посторонних предметов, необходимо немедленно промыть желудок. Но лучше обратиться в клинику, где еще ведут противоядие. А это шанс на спасение. По словам врача, обращения с отравлением животных случаются постоянно. А потому можно сделать вывод, что докхантеры не дремлют. Пользуясь безнаказанностью, продолжают свое черное дело. Кстати, многие из них считают себя не вредителями, не убийцами, а попросту чистильщиками. Мол, очищают улицы от собак. Причем не только бродячих, но и домашних. Само слово докхантер, это такой эвфемизм. Есть нормальное определение в русском языке. Это живодеры. Я считаю, что это люди с какими-то деформированной психикой, которые должны либо подвергаться лечению, корректировке по здоровью своему, либо эти люди должны просто нести полную ответственность соответственно законам. Наказание может быть назначено в виде штрафа до 300 тысяч рублей, исправительных работ, либо лишением свободы до 5 лет. Но в начале злоумышленника нужно вычислить. В Москве такие случаи уже есть, благодаря камерам видеонаблюдения. Кто-то из хозяев пострадавших питомцев и вовсе нанимает детективов. Но лучше все же предотвратить инцидент, внимательно следить за животами на прогулке, тем самым сохранить ему жизнь. А в случае обнаружения отравленной приманки и особенно лиц, раскладывающих ее, обязательно обращаться в полицию. Живодеры должны нести ответственность по всей строгости закона.